Здравствуйте! Вот процесс такой трения очень важный и очень как-то нам плохо объясненный в школе. Я сейчас попытаюсь вам рассказать, что такое трение и более того, расскажу вам, что возможно даже трение о вакууме. Ну, во-первых, самое простое объяснение трения. Достаточно понятно. Вот представьте себе ботинки рифленые и вы движетесь в такой очень рифленой поверхности, такой каменистой. Понятно. Вот они цепляются, вот эти вот рифления за камень не держатся. Вот такая вот у нас простая аналогия с трением. Ну, на самом деле, эта аналогия не совсем правильная, хотя, конечно, отчасти да, действительно, рифленые ботинки хорошо за такую вот рифленую поверхность цепляются. Пупырчатую поверхность, типа груда камней, например. А вот полированная поверхность гладненькая, по ней что-то толкает тоже гладненькое. И все равно трение есть. Причем очень приличное трение. И даже более того, здесь такой эффект скачки трения. Вот пытаются что-то сдвинуть в шкаф, что-то еще. Ну, шкаф это вот так вот. А вот, знаете, вот тоненько-тоненько, надо что-то вот так аккуратненько сдвинуть. Оно плавно не идет. Вот у меня плавно идет, а там не идет. Плавно и должно идти. Вот тык-тык скачками. Оказывается, трение бывает скачки имеет. То есть, трение покоя выше, больше, чем трение скольжения. Почему? А поверхность прилипает, да? Потому что на поверхности разорваны химические связи, и они соединяются со связями на другой поверхности. Вот как клейкая лента хорошо клеится, потому что много разорванных связей, да? Так и здесь две поверхности. Они, как бы, сказать, приклеились, долго лежали. Сдвинулись, колупнули, и все дальше покатится. Ну, как шкаф, который годами стоял, груженый, а вы его, наконец, сдвигаете. Бабушка попросила, да? Вот этот вот процесс. Вот вы сдвинули, сорвали прилипучку эту и поехали. И причем это по-разному бывает, продолжается долгое. В вакууме может прилипнуть, да? В вакууме происходит диффузия, и вообще не сорвешь. Это вот в космических исследованиях такие бывают трагические эпизоды иногда. Когда изделие не может сработать нужным образом, припаялось, приварил, вакуумная сварка. Ну, сейчас с этим борются, покрытие специально делают для поверхности, чтобы, не дай бог, они не сварились. Но я не об этом. Вот представьте, идеальный случай. Вот полный вакуум. Вообще нет ничего. И две поверхности. Они не трутся, они движутся одна над другой. Знаете, где это используется? Это называется кантилевер. Это атомно-силовой микроскоп. Вот там вот такой маленький стерженечек движется. Как он там, будет там трение или не будет? На расстоянии движутся. Не цепляются. Ну, понятное дело, что будет, да? Раз я об этом спрашиваю. Значит, какие виды трения тут могут возникнуть? Ну, во-первых, на расстоянии атомы все-таки друг к другу притягиваются. Вот он стоит тут, а его к атомам тянет. Хотите сдвинуть? Легко сдвинете, но все равно немножко притягивается. Все равно какой-то микроскачочек будет. Этот микроскачочек затрудняет работу вот этого точного устройства, которое вот сканирует поверхность. Вот это вот притяжение атома. Дальше. Вот представьте себе, что этот кончик-кантилевер, он заряжен. Ну, электрический заряд. Где у нас его нет, извините меня? Вечно мы всегда электролизуемся и стреляем. И вот он заряжен, источничек. Кто проходил, значит, электротехнику, знает такую штучку. Вот у вас заряд, а вот в подстилающей поверхности, в земле, там возникает как бы отражение заряда. Вот-вот-вот находится, а там заряд тоже отразился. Тут у вас положительный заряд, там отрицательный. Или наоборот. Вот у вас положительный, там отрицательный, и вы начинаете двигаться. А за вами бежит ваше отражение. Оно же там забралось. Это получается, что получают амические потери. Вы как будто тащите рукой, ну, кантилевером, ток электрический. Ну, кстати, вы можете рукой тащить, да? Берете заряженное тело, то же самое ваша рука заряжена может быть, и ведете ее над поверхностью. И видите, как на поверхности, если там такая, так сказать, ворсистая, встают дыбом вот эти, так сказать, волоски. Вот они электролизуются. А тут просто вот там вот заряд внутри, внутри этого материала движется, и вы тратитесь на амические потери. Представляете, какие бывают чудеса? Вот так вот. Ну, ладно. Спасибо вам за внимание. Познакомил я вас с чудесами. Всех благ, удачи.